Друзья, здравствуйте! Позвольте представиться. Моё имя Мария, фамилия Шабанова. Я врач-терапевт, кардиолог, я клинический психолог. Друзья, сегодня я продолжу тему, которую начала в прошлом видео, и она начинает, называется «Секреты врачебного осмотра». Это видео я снимаю для своих студентов, а также для тех, кто хочет понять, как работает врач, какими навыками обладает врач, что он делает во время того, как вас осматривает. Дело в том, что я столкнулась с такой вещью, что пациенты, они зачастую не понимают, сколько сил, интеллектуальных затрат вкладывает врач в свой осмотр. зачастую пациенты даже не понимают, что над ними только что провели какие-то манипуляции. Потому что, когда ты делаешь уже профессионально, ты делаешь очень быстро, и одновременно ты делаешь несколько вещей. Например, ты разговариваешь с человеком, одновременно ты держишь его за руку, прощупывая пульс. Либо можешь говорить, руку положить на шею и пальпировать щитовидную железу. А человек, он этого, он не замечает этого. Поэтому какие-то тайны, какие-то секреты, какие-то вещи будут полезны и пациентам, потому что вы будете понимать, что, зачем, почему делается. Смотрите, в прошлом видео я рассказывала о том, как входить в контакт с пациентом и работать на детско-родительском переносе. Если вам интересно, посмотрите часть первую, там я подробно про это рассказываю. Сейчас я начну с того момента, как мы установили детско-родительский перенос, и следующее, что мы спрашиваем, это жалобы. Я действую так, так как я работаю и люблю работать в режиме скорой помощи, поэтому я буду вам рассказывать про свой осмотр именно в рамках скорой помощи. Отличается он от кабинетного осмотра, например, в поликлинике, тем, что он очень быстрый. И мы должны за очень короткий промежуток времени понять, что происходит с пациентом, установить ему диагноз, и в режиме скорой помощи ситуация всегда острая. Это всегда что-то срочное, что-то ургентное, что мы должны сейчас предпринять и помочь нашему пациенту. Таким образом, сбор жалоб я сразу разделяю на две большие группы. Это жалобы в момент здесь и сейчас, и жалобы в общем. Поэтому, когда я говорю, пожалуйста, скажите, что вас беспокоит прямо в эту секунду. Я всегда уточняю прямо в эту секунду. Зачем я это делаю? Мне важно понять, что происходит прямо сейчас с моим пациентом. Если, например, прямо сейчас у него разворачивается инфаркт миокарда, либо прямо сейчас у него гипертонический криз, либо прямо сейчас у него какая-то другая ургентная ситуация, то я тут же могу его полечить. То есть, например, я выясняю прямо здесь и сейчас, что у него, например, ну, вот чтобы было понятно, то есть, например, он жалуется на тошноту. Да, и я тут же себе делаю пометочку, что после моего осмотра я сейчас сразу же поведу его в процедурный кабинет и поставлю ему лекарство от тошноты. Если прямо здесь и сейчас он жалуется на сдавливающие боли в голове и связывает это напрямую с высоким давлением, я в процессе осмотра измеряю давление, вижу высокое давление, сразу же здесь и сейчас я ему даю соответствующую таблетку. Если в процессе осмотра я вижу, что у него высокая температура, я прямо здесь и сейчас ставлю ему инъекцию жаропонижающего препарата. Вот, таким образом я всегда уточняю, что вы чувствуете прямо сейчас. Можно еще конкретизировать словами в разговоре сейчас со мной, да, то есть не то, что было там 10 минут назад, не то, что было год назад, а прямо здесь и сейчас. После того, как пациент мне начинает рассказывать вот этот ключевой момент, я вам сейчас скажу, я столкнулась с такой речью, значит, что... Как делаю я? Я жалобы записываю прямо так, как их произносит пациент, буквально, практически слово в слово. Жалобы это субъективная часть, то есть это то, что испытывает сейчас человек. И как он это испытывает, так он это мне и рассказывает. Поэтому жалобы являются маленькой, но очень важной составной частью в той клинической картине, которая потом у вас соберется. То есть жалобы, они обязательно накладываются на анамнез, анамнез обязательно наложится на ваш объективный осмотр, дальше идут лабораторные инструментальные исследования и затем идет ваш диагноз. То есть все это сложится в клиническую картину. И жалобы, они будут говорить в итоге о диагнозе, да? Поэтому я на этой части концентрирую свое внимание максимально. Например, человек говорит мне, «У меня есть ощущение, что я сейчас не в своем теле». Я начинаю конкретизировать. То есть на каждую жалобу я задаю, ну, не меньше трех вопросов. Если жалоба мне кажется какой-то пространной. Я задаю один и тот же вопрос. Могу задать несколько раз один и тот же вопрос для того, чтобы мне понять, что происходит с ним, для того, чтобы он повторил эту жалобу вновь и вновь. Когда пациент сам повторяет то, что он только что сказал, он как бы еще тестирует это на то, что, ну, действительно, это правда со мной сейчас происходит. Потому что бывает, знаете как, бывает, что кто-то сказал ему, например, то есть он может повторить чьи-то чужие слова. Не то, что он действительно сейчас чувствует, а то, что как бы как правильно сказать. Поэтому, чтобы развеять все сомнения по поводу того, что человек сейчас говорит действительно о себе, я его слова ему возвращаю и говорю, «Вы чувствуете себя, как будто вы не в своем теле, я вас правильно поняла?» Он говорит, «Да», например, «Да». Если, например, человек мне описывает боль, он говорит, «Я чувствую боль в области сердца». Все, что касается боли, я расспрашиваю таким образом. Боль имеет характер, она может быть тупая и острая. Боль имеет продолжительность, это может быть болевой приступ. Приступ всегда имеет начало и приступ всегда имеет конец. Это может быть рецидивирующая боль, волнообразная, пульсирующая, то есть характеристики боли я всегда выспрашиваю. Дальше интенсивность этой боли. Интенсивность боли я выспрашиваю таким образом. И я говорю, представьте себе шкалу от единички до десятки. Единичка – боль минимальная, десятка – максимальная, до слез нестерпимая. Так вот, на какое количество баллов вы испытываете боль сейчас. Сразу вам скажу, что не все могут понять это. Некоторые люди не могут, то есть, они не понимают меня, да, и тем не менее я очень кропотливо объясняю это для того, чтобы мне человек назвал балл. Потому что цифры, они никогда не врут. Если он скажет, моя боль сейчас на 6 баллов, то это боль на 6 баллов. Если он мне скажет, что сейчас боль на 6 баллов, а вчера была на 10 баллов, то я скажу, это сразу, понимаете, это очень четко и очень понятно. То есть, цифры, когда мы привносим в наш опрос цифры, это всегда конкретно, логично и очень понятно. Поэтому, вот эта десятибальная шкала, я ей пользуюсь всегда, она мне очень помогает. Например, был у меня недавно случай. Человек испытывает сейчас загрудинную боль на 10 баллов. Я даю ему дозу нитроглицерина и спрашиваю, на сколько баллов теперь вы чувствуете? И он мне говорит, на 6. Да, то есть, все, здесь все ясно. Было 10, стало 6. Вот. Значит, такая характеристика боли. Еще дальше. Что я расспрашиваю про боль? Что я расспрашиваю про боль? Так, интенсивность по баллам. А, да. То есть, человек мне говорит, я испытываю боль сейчас вот там, вот здесь. В этот момент я сразу же это ловлю и не отпускаю дальше. Я говорю, раздеться. Да, говорю, давайте вы мне конкретно покажете пальчиком, где болит. Он раздевается, показывает пальчиком. Смотрите, друзья, вот это место, где он показал, его обязательно надо попальпировать. То есть, это имеет большое значение. Если боль при вашей пальпации усиливается, и опять вы можете спросить в баллах, да, либо боль никак не изменяется. Вот. То есть, человек пожаловался, есть больное место, и врач это больное место должен потрогать. Это даже, вы знаете, создает психотерапевтический эффект. Когда вы потрогали больное место человека, вы своими волшебными руками, ну, как бы, часть боли это убрали. Человеку сразу уже становится легче даже от того, что вы просто потрогали этот больной орган. Ну, не всегда так, конечно, но, в принципе, человек немножко, вот, уровень его тревоги, стресса, который, естественно, очень большой, он начинает снижаться, да, он начинает чувствовать, что врач включается в его проблему, и врач смотрит, смотрит, трогает, щупает. Вот. Таким вот образом, что касается боли. Таким образом, друзья, каждую, каждую жалобу мы обсасываем, мы возвращаем ее по несколько раз пациенту, чтобы добиться повторных ответов, мы буквально, если человек жалуется на боль в разных местах, то мы эту боль в разных местах точно так же конкретизируем, по баллам считаем и так далее, да, то есть мы должны взять все его жалобы. Еще раз, жалобы, которые он чувствует сейчас, да, мы выспрашиваем все, и потом уже в процессе сбора анализов мы спрашиваем, а что еще вас волнует, или какие жалобы были, например, день назад, или сегодня утром, да, то есть как, с чего все начиналось, да, мы начинаем этот клубочек потихонечку распутывать, когда же эта жалоба действительно началась. Плюс он может сказать там дополнительно, вот у меня там то-то, 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 но обычно в режиме скорой помощи я это сразу обрубаю, то есть то, что было год назад, или то, что не то, что было год назад, то, что длится уже год, меня не интересует, меня интересует то, что происходит здесь и сейчас, либо то, что происходило сегодня днем, да, если вот он ко мне попал, уже мы его полечили, или он посидел в приемном покое, ему уже стало легче, да, и на момент моего осмотра он может сказать, что сейчас меня ничего не волнует, но зато вот там два часа назад у меня было то-то, то-то, то-то. Вот, таким образом я начинаю раскручивать клубочек, начинаю понимать, что вообще, что зачем шло. Вот, значит, что касается жалоб. Так, смотрите, что еще я хотела вам рассказать. Да, почему мы должны записывать жалобы именно так, как нам говорит этот пациент, а не интерпретировать и не подгонять их под какой-то диагноз. То есть, смотрите, есть разница, человек говорит, у меня болит живот и я чувствую, что там как будто копошатся черви. Либо, и мы запишем, болит живот просто, да? То есть, когда человек говорит, что там как будто копошатся черви, это уже наводка на то, что может быть здесь не соматическая патология, да, а патология психиатрическая. Вот. И если мы, например, его жалобы возьмем как-то облагородим, как нам кажется, да, мы как-то вот своими словами ее перенесем, еще нам захочется ее подогнать уже под какой-то диагноз, да, и если мы хотим подогнать ее под какой-то диагноз, мы ее можем немножечко трансформировать так, как нам это надо и записать. Я вам изначально говорю, что лучше этого не делать, потому что наша цель действительно понять, что происходит с человеком. И если это не наша патология, то мы должны будем его направить туда, где ему помогут. И с другой стороны, есть такой момент, когда мы не хотим видеть свою патологию. Такое бывает, когда мы устали, когда мы уже выгоревший врач, когда мы нас волнует сейчас все, что угодно другое, но только не пациент, мы хотим писать, какать, мы хотим кушать, мы хотим спать, мы что-то хотим другое делать. И когда нам пациент говорит, например, какую-то грозную жалобу, да, он, например, говорит, у меня есть боли за грудиной, а мы не хотим этим заниматься, а мы не хотим видеть этот диагноз, мы этого не хотим, мы эту жалобу напишем по-другому, мы напишем, что у него боли там где-нибудь в области позвоночника, или вообще как-то пространно про это напишем, хотя человек нам изначально дал уже посыл, что серьезная ситуация, но мы можем это пропустить, да, то есть вот этого тоже делать ни в коем случае нельзя, даже если нам этого сильно хочется, лучше этого не делать, потому что у нас в фокусе нашего внимания всегда пациент, и мы должны помогать пациенту, и мы должны за него всеми своими силами бороться, чувствуются, вот, поэтому, как только вы почувствовали, ну, все мы люди, понимаете, что все мы люди, и поэтому такие вещи могут происходить, и ничего в этом страшного, ужасного нет, если вы хотите не видеть этого, это происходит со мной, со мной было такое очень много раз, но как только я это отлавливаю, например, да, то есть, когда я это чувствую, я отлавливаю этот момент, и я себя в колею вставляю, в какую положенную, то есть, ошибиться может каждый, самое главное, свою ошибку исправить, вот, поэтому, если вы чувствуете, что вы где-то что-то недоспросили, если вы чувствуете, что где-то что-то вы как-то поспешили, да, всегда есть возможность к пациенту подойти второй, третий, четвертый раз, чтобы доуточнить жалобы, то есть, вот, эти вещами можно пользоваться, не думайте, одно из таких, знаете, когда ты начинаешь работать, то один такой сдерживающий фактор всегда есть, что ты всегда думаешь, а вот про меня сейчас пациент подумает, что я дурак какой-то, что я к нему уже который раз подхожу и спрашиваю, то есть, вот эти вещи, они появляются, начинаете про это думать, например, а что обо мне сейчас подумают, вот, но на самом деле, как только вы войдете снова в свою колею, всегда это можно возвращать себе такой мыслью, что для меня сейчас самое главное помочь пациенту, для меня сейчас самое главное установить ему диагноз, какими бы способами вы этого не делали, даже если вам придется позвонить его родственникам, даже если вам придется позвонить ему и его врачу, который он был, то есть, вы должны использовать все максимум, максимальные возможности, чтобы докопаться до правды, что действительно происходит, если надо сто раз подойти к пациенту, вы сто раз подойдете к пациенту, переспрашивая, переспрашивая, переспрашивая эти жалобы, вот, у меня был случай такой, когда я работала в одном месте, тоже был приемный покой, и там знаете, все пациенты сидят в одной комнате, и ты, например, работаешь с одним, а десяток других слушают, как ты с ним работаешь, и в очередную скорую ко мне привезли пациента, и со мной общалась дочка этого пациента, и я стала ей задавать уточняющие вопросы, и она такая, вы знаете, что я видела, как вы работаете, и вы в прошлый раз тоже задавали такие вопросы, и она знаете, это с таким отрицательным посылом мне дала, типа, что, ну, как бы с осуждением, вот, то есть, она слышала, когда я работала с кем-то другим, она не поняла, почему я это делаю, она это осудила, и она мне это как бы возвратила, когда мы стали с ней это обсуждать уже, ну, ее родственника, вот, я не смутилась в этот момент, я сказала, и я это спрашивала, спрашиваю, и буду спрашивать, потому что мне это надо, смотрите, когда вы общаетесь с пациентом, да, если мы в детско-родительском переносе, но тогда, когда вы родитель, а пациент, ребенок, вы руководите этим опросом, да, вы задаете жалобы, вам отвечают, вы руководите, если вы попали в детско-родительский перенос, где пациент родитель, а вы ребенок, или где, например, родственник пациента, родитель, а вы ребенок, вы уже процессом опроса не руководите, руководит вот он, и когда вы попадаете вот в такую вот ситуацию, все, все рушится, потому что мы привыкли, когда, что нами руководят родители, да, и начинает ситуацию рулить пациент, а как только ситуация начинает рулить пациент, он вам будет рассказывать то, что он считает нужным и важным, он будет подводить вас под свой, под свою логику и под свой диагноз, потому что, когда пациенты приезжают к вам, у них в голове уже есть сложившаяся картинка, либо у родственника пациента уже есть сложившаяся картинка, и он хочет подогнать все это под свое мнение, для того, чтобы почувствовать себя какой умный и так далее, и так далее, вот, поэтому не давайте пациенту или родственнику пациента рулить этой ситуацией, даже если как будто бы вам так становится удобнее, что ли, да, то есть бывает иногда такое ощущение, что, ну, ты думаешь, блин, ну вот сейчас я сделаю все, что он просит, вот я назначу, вот это он хочет, ладно, я это назначу, вот так он хочет, ладно, я это сделаю, и он от меня отстанет, да, как бы ситуация разойдется, поверьте мне, если у вас такие мысли идут, что, как бы отвязаться от этой ситуации, пусть вот хоть таким путем, то, поверьте мне, она может закончиться плохо, и, ну, короче, закончится плохо, и все, потому что ни врач, ой, простите, ни сам пациент, ни его родственники, они не могут ни ставить диагнозы, ни заниматься лечением, если вы попадаете в такую ситуацию, когда ваш пациент сам врач, либо родственник врач привез своего пациента, либо вообще жуткая ситуация, когда родственник хотел быть врачом, и им не стало, это параклинический работник, это работник, например, он работник лаборатории, или там, то есть он не врач, но он в этой медицинской сфере где-то есть, вот, либо это химик, потому что очень многие химики хотели быть врачами, врачами они не стали, но они стали химиками, они носят белые халаты, и они почему-то считают, что они здорово разбираются в медицине, вот, либо это человек, который учился в медине, доучился, и, короче, вот так, это все, эта ситуация вообще очень сложная, потому что здесь родственник приезжает самоутвердиться за счет своего, ну, вот, кого он привез, да, то есть он уже поставил диагноз, и он приезжает, и он начинает командовать, чтобы вы сделали это, 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 и он ждет в конце, что вы вынесете вердикт, такой, какой он поставил диагноз, вот, поэтому в эту ловушку не приезжает, не попадаетесь, в эту ловушку не попадаетесь, просто это надо знать, что так бывает, и, ну, уже изначально, как бы, не идите на это, вот, что еще я хотела вам рассказать сегодня про жалобы, мы должны опустошить человека, что это значит, он должен нам высказать все, что его сейчас волнует, он должен выговориться, он должен вытащить из себя все до последнего, вы знаете, с чем я сталкивалась неоднократно, когда на первом этапе, когда у меня не получалось еще тогда с детско-родительским переносом, и мы начинали общаться сразу с жалоб, у пациента не было ко мне доверия, но потом в процессе опроса, осмотра доверие появлялось, и когда я уже приходила его отписывать, ну, все, мы с ним прощались, я ему отдавала документы, он мне говорил самую главную жалобу, понимаете, и это просто меняло всю картину, вот, то есть он стал мне доверять уже в процессе, и высказал эту жалобу в самом конце, и это было очень часто, и чтобы этого не происходило, мы должны вот эти жалобы перенести в начало, то есть чтобы в начале нашей беседы пациент высказал все максимум, даже если мы понимаем, что он сейчас говорит, например, ну, как бы это уже не в тему, мы уже поняли, как что нужно делать, но если вы видите, что человеку нужно высказаться, его нужно опустошить, тогда ему уже станет легче, потому что если есть какая-то недосказанность, если пациент что-то вам не рассказал, утаил, то его будет это мучить, и вы с ним расстанетесь, но он останется неудовлетворенным, потому что он недорассказал вам, поэтому, когда вы собираете жалобы, вы говорите постоянно, а что еще беспокоит, а что еще беспокоит, а что еще беспокоит, да, то есть вроде уже десяток жалоб набрался, а что еще, а что, все, все, ну, все, да, все, поехали тогда дальше, вот, таким образом, резюмируя сегодняшнее видео, я хочу вам сказать, друзья, детско-родительский перенос, раз, сделали, второе, сбор жалоб, сбор жалоб, выспрашиваем и конкретизируем, трогаем, если надо, да, выспрашиваем, конкретизируем, трогаем, ну, вот так, на сегодня все, друзья, на сегодня все, если у вас вопросы возникнут, и это здорово, если они у вас возникнут, пожалуйста, пишите в комментариях, пишите мне в соцсети, пишите мне в WhatsApp, будем это разбирать, может быть, вы хотите дополнить меня, я буду рада вашим дополнениям, друзья, всего доброго вам, здоровья психического и физического, вам и вашим близким, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok,